В эфире канал Агродна Плюс, время программы «Званый гость». Меня зовут Алла Внучко. Здравствуйте. Собирательство или коллекционирование – одна из распространённых человеческих страстей. К чему только не испытывают тягу люди. Они собирают почтовые марки и этикетки спичечных коробков, медали, значки, картины и курительные трубки. А вот Николай Серов избрал более изысканный предмет внимания. Он собирает венки санетов, о чём пишет гродненский поэт и как прошла презентация его новой книги. У нас в студии автор издания «Венец природы. Четырнадцатый венок венков санетов» Николай Серов. Здравствуйте, Николай Иванович. Добрый день. Мне очень приятно сегодня видеть вас в нашей студии. Так вот, с чего всё у вас началось? Почему всё-таки вы отдали свои предпочтения такой неожиданной сфере собирательского интереса? Добрый день, уважаемые телезрители. Мне приятна встреча с вами. Ну, с чего же всё началось? Началось, наверное, не сегодня и не вчера. Санет – это особая стихотворная форма, особая модель. И написание санетов стало ко мне приходить очень-очень давно, ещё в начале 80-х годов. Ну, тогда это были просто санеты, как форма поэзии, как отдельное произведение. А сейчас мы имеем дело уже с написанием новой книги «Венок венков санетов». Это номер 14 «Венок венков санетов», который является частью одного большого крупного произведения, над которым я сейчас работаю. И в него войдёт предварительно, это уже определено мною, 15 подобных книг, которые смогут замкнуться на себя в далёком-далёком будущем. Дело в том, что поэзией я занимаюсь очень давно, с молодых ранних лет. И, естественно, не сразу ко мне пришла такая серьёзная форма, твёрдая, как санет. Ну, уже в 80-е годы я писал отдельные санеты, стали ко мне приходить. В процессе своего, может быть, становления и роста как поэт я, наверное, лет 8 тому назад уже попробовал себя в форме венка санетов, не строя определённых планов на будущее. Но неожиданно, нежданно-негаданно этот «Венок санетов», написанный мной, перерос в дальнейшее в книгу «Венок венков санетов». То есть двукратный цикл санетной формы, которая сама по себе является редчайшим явлением в истории литературы. Известно только одно издание на сегодняшний день, которое действительно воплотилось в виде книги. Написав эту книгу, 7 лет тому назад, я почему-то не стал её давать в печать, публиковать. Николай Иванович, Вы, конечно, очень так интересно всё рассказываете, но я думаю, что и мне, и нашим телезрителям очень хотелось бы услышать. Порадуйте нас своим творчеством. Прочитайте нам прямо сейчас один из Ваших санетов. Хорошо, тогда я прочту. Магистрал данной книги. «Венец природы — человек. Как не печален подвенечный Его наряд на свадьбе вечной, Куда его покликал век. Но мироздание — венец Дарован лику человека, Чтоб нес его, как светоч века, Вручив другому, наконец, Связав трудами всеедино Всесущему первопричину, Изведав тайну бытия, Постигнув истину на йоту, Которой, может быть, и я Судьбой несу веков работу». Благодарю, конечно. Знаете, в Ваших строках Очень много информации для размышления. Но санет — это же стихотворение, которое содержит 14 строк, Не больше и не меньше. Почему вы добровольно на себя Надели вот такие тяжкие вирики? Ну, пускай бы лились ярким звездопадом Речки Рифмы. Почему санет? Ну, вы знаете, я написал немало уже стихотворений, Их порядка 1800. Я издал уже пять книг. И почему я пришел к санету? Наверное, это все-таки творческое развитие Мое как поэта. У меня было много других стихов, В том числе лирических, гражданских. Вот. Ну, это развитие. Развитие поэта. Где-то ничего нет нового. Это естественно для поэта И для поэзии вообще. А почему пришел? Вот, естественно, я пробовал форму санета Очень давно. И написав лет 7-8 тому назад Венок санетов первый. В дальнейшем оно как-то, естественно, Пошло писаться дальше, да? А как рождается санет? Как рождается санет? Вот скажите, бывает такое вот, Ну, вот не идет рифма, и все. Вот мысль пришла, стала на пороге И стоит. И не туда, и не сюда. А вы знаете, никогда не нужно подгонять Мысль всему свое время. Пишущий стихотворение, Он никогда не знает наперед, Что он напишет. Я не берусь за перо и за бумагу, Прежде того, когда что-то не созреет во мне. Более того, я скажу так, Что никогда не знаешь действительно наперед, Что напишешь, что вылится. Есть санеты, которые я писал По 50, скажем, в течение полутора-двух суток. Были периоды моей жизни, Как бы написание этой книги, Когда в течение, скажем, недели, А то и месяца ничего не шло, Ничего не ложилось. Всему свой срок. И прийти к форме санета, И к более мощным таким формам, Как венок, венков санетов. Для этого нужен определенный строй души, Настрой. И нужно как бы прожить, пережить. Вот. Не только же определенный строй. То, что определяет вот эту поэзию. Расскажите нам немножечко о себе. Раз вы пишете такие серьезные строки, Значит, у вас есть содержательная жизнь, Основа для творчества. Чем вы занимаетесь в жизни, Помимо поэзии? Кем вы работаете или работали? Расскажите нам немножко о себе. Вы знаете, творчество — Это перевоплощение боли. И поэзия — это не специальность, Это не профессия. Хотя я сейчас могу сказать С полной уверенностью в том, Что я профессиональный писатель, Я поэт. Я практически занимаюсь Последние годы только этим. Я пришел к этому, Это развитие. Я знаю, для чего пришел этот мир. Я должен... Каждый человек приходит в мир движимый Божественным промыслом. Каждый должен раскрыть себя, Оставить себя в этом мире. Сделать что-то для людей, Не только для себя. Не столько для себя, Рождаемся на свет, Но наиболее для служения, Как для служения общему благу. Это Франциска Скорина, Скорины нашего, значит, слова, да? С месту будут сказаны. Так вот, писал я давно, Я всю жизнь пишу. Вначале я писал. Стол очень долго. Естественно, трудился. Я прожил жизнь достаточно большую. Занимался я многими делами. Немало потрудился в этой жизни. Учился, трудился. Занимал и ответственные должности. Ну, а сейчас я пришел вот именно окончательно, Определился, что поэзия — это все основное, Что у меня остается в жизни, И я буду этим заниматься до конца. Тем более я посвятил себя Написанию вот такой редкой формы, А это новое слово в развитии Мировой литературы, В развитии санета как жанра, Потому что еще такого жанра Никто не создавал. Теоретически это возможно, Это известно. Я сейчас работаю над тремя книгами Из венка венков, Венков санетов, Или корона ареала, Корона санец. Какая-то книга будет появляться раньше, Какая-то позже. Не суть. Они все равнозначны, Они входят в большую корону. И для того, чтобы написать, Естественно, еще нужно прожить очень много, Много познать, много узнать И много выразить. А кто является Вашим учителем поэзии? Ну, конечно же, подлинным шедевром Мировой лирики признаны, конечно же, Санеты Шекспира. Вы также его считаете? Это не так, это совершенно не так. Я с Вами абсолютно не согласен. То есть для Вас Шекспир не является Лучшим мастером вязания санетных сюжетов? Нет, это не так. Дело в том, что санет как форма, Как модель возникла совершенно органично В начале еще XIII века На острове Сицилия Существовали тогда трубадуры И была такая песенка Стромботта называлась Встречались два трубадура И начинали друг с другом пение Один начинал одной строкой, Другой подхватывал И так вот они в рифму пели До тех пор, пока не заканчивался У них словарный запас И получилось так, что впервые эту песенку Как бы подхватил или записал Скажем, Жакома Далантино Ему принадлежит пальма первенства В написании санета Первый санет был создан им А санет ведь форма, она Как Вы уже понимаете, она не случайная Она возникла органически Из творчества национального, народного Более того, это было первое явление Проявления искусства Которое мы сейчас называем возрождением Искусства Ренессанса, которое возникло Еще в позднее Средневековье И санет был органичной форме Оказывается, в 14 строках санета Два катрена, три торцета Классически в итальянской форме Заключено золотое стечение Пришедшее из математики То есть число 2,618 Далее в виде бесконечной дроби Оно и рациональное, да? Для меня всегда санеты были такие стихотворения Ну, обычно, тот же самый Шекспир Он писал о чем? О дружбе, о любви, о женщинах В ваших строках совсем другая тема Вы обратились к вечным библейским темам Вы пишете место человека в природе Его дух и плоть, мирское и суетно Героическое и высокое Почему вы все-таки решили взять себе Для творчества такие Сложные для восприятия И для понимания темы? Ну, написали бы тоже там Просто про любовь Всем ясно и понятно Вы знаете, нужно прочитать, конечно, эту книгу Целиком и полностью Далее увидеть, что это не совсем так Скажем, «Семой венок» Он посвящен любовной лирике Это всегда присутствует в моих стихах Не только в сонятной лирике, но и в другом Значит, это однозначно И с этого и начиналось, в общем, написание Вот этой большой новой книги А говорят, что вообще поэтами могут стать Только в двух случаях Люди, которые или глубоко влюбленные Или очень несчастные Вы с этим согласны? Нет, с этим я тоже не согласен Дело в том, что если человек пишет И это является выражением внутренней сути Его духовной потребностью То это большое счастье Заниматься тем Тем, что тебе предписано на кону, что ли И человек счастлив Я считаю себя счастливым человеком А творчество — перевоплощение боли Действительно, да Вот вы говорите о том Уже не один раз сказали Что творчество — это перевоплощение боли Чтобы стать поэтом нужно много пройти Чего? Пережить И возьмем судьбу любого поэта крупного Который, я считаю своими предтечами Скажем, тот же Тарковский Тот же Заболоцкий Тот же Себродский Тот же Георгий Иванов Много есть таких людей Которых, скажем, Георгий Иванов Какое сумасшедшее потрясение Он пережил Один из руководителей цеха поэта Это казнь Гумилёва Весподбижника И он успел эмигрировать Единственной мечтой в жизни Главное было вернуться в Россию С стихами этого человека Он вернулся сейчас Мало кто знает о нём Но это гениальный поэт Гениальнейший поэт Я всем советую Просто ознакомиться Кто не знает С его творчеством Так вот он пережил Революция, значит Как гибель Русской культуры Это эмиграция вынуждена Но вообще-то говорят, что всегда поэты Они, вот Писатели, они могут жить Жизнь у вымышленного героя Которым пишут А поэты живут только своей жизнью Получается, что в каждой строчке Которую вы написали Всё, о чём там пишут Это всё пережито вами? Естественно Два мира есть у человека Один, который нас творил Другой, который мы От века Творим по мере наших сил Несоответствие огромное Это слова Николая Заболоцкого Человек, фактически Пишущий Он живёт уже в двух реалиях В той реалии, которая находится И в той Которую он создаёт своим творчеством Действительно, да Поэт переживает Поэзия – это животворчество Жизнетворение Как писал Арсений Тарковский Это действительно так Так вот Существует Три сейчас классически признанные Формы поэзии Формы сонета Это итальянская форма Французская В французском каноне написано И пишется дальше Будут писаться Мои вот венки Венков сонетов Да Вот И, наконец, английская Английская – это Сидни Спенсер Сарри Который воспринял В дальнейшем Воспринял Шекспир В 16 веке Но они очень упростили Эту форму Она не является Ведь сонет Чем он жив? Он жив В внутренней структуре Внутренними образами И так называемой Диалектической триадой Хорошо, для кого вы пишете Санте, теза, синтез От этого ушла, к сожалению Английская и классическая форма Николай Иванович Кто ваш читатель? Для кого ваш книг Я, для кого я пишу Вы знаете Книга любая Любое снижение Пишется только для Провиденциального Собеседника Только адресовано Провиденциальному Тому Кто Найдет ее Это, вы знаете Как вот послание Когда вот корабль Корабль крушения Бутылка последняя Да И плывет там Это стихотворение По волнам Мирового океана Кто его найдет Кто ее встретит Значит, она тому и принадлежит Поэт не должен Искать читателя Читатель должен Своего искать поэта Поэзия Она изначально Особенно в наше В наше время Поэзия Она Элитарна Это однозначно Это однозначно Я отружусь И пишу В усердии к будущему Как оно будет Время покажет Ну вот так вот А вдохновение Эта птица Вольная? Вдохновение Эта птица Абсолютно Вольная Но она связана С вашей жизнью Естественно Как вы живете Как вы живете Так вы и творите Это все связано Это все однозначно Поэтому для меня Вершиной Все-таки Сонета Является Петрооркеанская Форма Итальянская Форма Вершиной Могучей Вершиной 16 века Это Джон Дон Джон Дон Который Дал просто Потрясающие Образцы В своей Ла Корона В своих Священных Сонетах Образцы Сонетики И он использовал Методы Лайола Основателя Значит Ордена Иезуитов Психофизические Медитации Медитативные Он нашел Такой метод Когда ставил себя Путем тренировок Догих Ставил себя На место Происходящих Событий В прошлом В далеком Будущем В настоящем И писал Вот эти свои Сонеты Свои сверения А это пошло Через дальше Через Через Спенсера Через Ельца Через Одена Пошло На Бродского Они воспринили Абсолютно Воспринили Вот это зерно Поэтики Жона Донна На того же Заболоцкого Тоже На Тарковского Того же Я могу приводить Здесь массу Примеров Зачитать стихи Время Но вы можете Не только приводить Примеры Вы же пишете Не только Сонеты И это форма Сонеты Она вечная В нем заложено Золотое стечение То есть абсолютное Это знамя было Возрождение Которое дало нам Образцы Просто феноменальных Творений Человеческого Ума Оно показало Кто есть человек На самом деле Поэтому для меня Венец природы Человек Это действительно Человек Это произведение О человеке О мире Это мои представления Об этом Мои знания Николай Иванович Вы же пишете Не только Сонеты Но и Триолеты Прочтите нам Что-нибудь Пожалуйста Прежде чем Прочитать Все-таки Позволю С тебе Одну ставку Когда была написана Книга Венец природы Они отлежались Ко мне пришли Неожиданно Триолеты Вот эта книга Изданная позже Да Кстати То есть раньше Чем Венец природы Триолеты Название здесь На французском языке Кстати Триолет Стали приходить Почему Да потому что Все эти формы Твердые Они не искусственные Они очень Органичные Они очень живые Они связанные Поэтому генетический Код какой-то Памяти В каждом из нас Жив И мы приходим Слово Это вообще Является Матрицей культуры Оно вечно Она В начале Была Всего Предсеча Поэтому Стали приходить Ко мне эти формы И раньше Я немножко Писал отдельное Но мало Триолеты Само собой Пошло Началось Эта книга Была написана Очень быстро В течение Трех-четырех Месяцев Родилась такая Книга Триолетов Вот так Она и появилась Могу прочитать Что-то Да Ресниц твоих Щекочущая нега Как бабочка Попавшая в селки Как шорок Опадающего снега Ресниц твоих Щекочущая нега Как ручеек С недальнего разбега Теряется на стрежине реки Ресниц твоих Щекочущая нега Как бабочка Попавшая Попавшая В селки Вообще говоря Вот эти твердые формы Поэзии Они все Просодийны Очень ограничен Здесь Маневр Филологический Мы Поэтому должны Здесь Регулировать Наши мысли Которые 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 Толь же Находятся Здесь На этом Столе Я знаю Она очень Дорога Вам Она Посвящена Вашему Другу Который К сожалению Ушел Из жизни Если можно Коротенько Самое главное Основное Да Я хочу сказать Не случайно Сегодня Пользуюсь Случаем В эти дни День рождения Нашего Замечательного Друга Александра Николаевича Ларионова Очень большого Художника Очень большого Человека Который Посвятил Целиком Свою Жизнь Служению Культуре И Очень много Сделал Для Культуры Гродничины Он Стоял Устоков Создания Творческого Движения Рунь Он Создал Фонд Современного Свободного Искусства Он Создателем Галереи Тизенгаус Ныне Действующей Ее Куратором Он Создал В университете Галерею Универсум Тоже Был ее Куратором Как бы она Сейчас Существует Вот Но к сожалению Жизнь Сложилась Так Что он Ушел Кстати Без времени Это большая Книга В нее Вошли Как Труды Написанные Вернее Нами Созданные Коллективом Творческом Студии Вернее Коллективом Значит Кафедры Дизайна Гродинского Университета Друзьями Его Соратниками Здесь И Работы Александра Николаевича Прозвучало Такое пожелание От наших Московских гостей Присвоить имя Александра Николаевича Ларионова Одной из галерей Может быть Тезингауза Которую Основал Ну и сам Бог Вел Наверное Галерей Универсум Которая Сейчас Действует В университете Вот Вот такая история Поэтому Очень хочется Я думаю Что у вас еще Очень много Интересных Историй Но к сожалению Время нашей программы Заканчивается Николай Иванович Я благодарю вас Что вы нашли время Пришли к сегодня К нам Спасибо большое За внимание Уважаемые телезрители За Хозяев Студии Которые Сегодня пригласили Ну Может быть Ограниченное время В следующий раз У нас будет времени Побольше Чтобы поговорить И основательно Раскрыть Те вопросы Которые мы только Чуть-чуть Краешком затронули Спасибо Любите книгу И помните Что Великой поэзии Прошлого Принадлежит Будущее Спасибо вам Удачи И новых Творческих побед Спасибо Напомню В студии Званого гостя Был Гродненский Поэт Николай Серов До свидания Субтитры сделал DimaTorzok